привет дорогие друзья меня зовут Дени Марс мы с вами продолжаем проходить эндерал в прошлой серии мы с вами после череды всяких разных приключений в этом замке добрались до места где по идее должен лежать черный камень и колея сейчас лежит в отрубе возле костерочка которая развел она там раскидала всех кто на нее собрался напасть причем не собрался напасть а напали они еще хотели там покуситься на ее достоинства но в итоге она их убила в своей черной плоти она умеет превращаться все мы знаем давно уже в это про это но вот я теперь один пробираюсь как бы без нее тяжко конечно какое-то временно придется сейчас потому что танковать некому но с другой стороны в принципе справляюсь сейчас немножко подлечился перед тем как туда идти наверх смотрите как не сильно относит от его меча у меня прям начинает покачивать очень жестко и даже не могу попасть в них и боже мой как ты смеялась все они побежали внутрь и но ты просто стоял на улице под дождем и я должен был быть для тебя чем-то большим звездочка намного большим но я сделаю это для тебя клянусь завтра я целю тебя после того как ты и камень окажетесь связаны ты сможешь снова ходить и в этот раз я буду хорошим отцом и это только начало камень изменит тебя майя он станет частью тебя и он даст тебе силу о которой могут мечтать даже рожденный светом слепой увидит и немой заговорит если ты этого захочешь ты преуспеешь там где я потерпел неудачу избавляя человечество от всех страданий как ангел так это очередное видение которое мы постоянно видим все время боже правый девушка сама должна стать ангелом в чип за надпись в смысле не понял короче он ее хотел создать из нее сделать ангелом наверное может быть про это я не знаю короче если честно я сейчас немножечко запутался ну она мертвая он ее хотел воскресить помощью какой-то магии с помощью ритуалов с помощью камня сейчас то что мы увидели я как бы ну не особо понял смысле девушка должна быть стать ангелом чуть не понимаю вот этого вот про что они хотят мне сказать а необходим ключ интересно а на ком может быть ключ может быть на каком-то из них прошлый раз на них были ключи когда мы сбегали болен если бы еще хоть что-нибудь бы видеть ни черта не видно вообще теме нереально но с другой стороны тут есть еще один проход можно и туда сходить может быть с той стороны где-нибудь а нет вот ключ хорошо давайте возьмем тогда пойдем откроем скорее всего это нужная комната ну потому что все таки курсор здесь крупный он сверху я вижу прям свечение синие и вот он курсорчик скорее всего прям там и лежит камешек ну здесь надо конечно все равно ходить аккуратно осторожно потому что неизвестно чем мы встретим кого встретим да и вообще как камень сейчас на меня будет влиять очень сильно слышите очень красиво здесь симпатично правда тут конечно разруха полнейшая почему мы не могли залезть как-нибудь сверху с помощью левитации смотрите да просто сюда бы спрыгнули уж взяли бы этот камень и также улетели зелья такие я уверен имеются это было ожидаемо конечно в темноту убегаем они месяц потому что там окружат окружат я знаю что они очень серьезные соперники с ними лучше так не водаться не сражаться таким макаром ну в принципе можно знаете что сделать призвать мишку опана не то да где медведь-то блин в конце концов а у меня голем теперь странно я вроде бы мишку ставил ну голем даже еще лучше он еще больше танк почему опять это исчезло я же ее ставил уже не знаю почему у меня взял просто он исчез я оставил единичку теперь постоянно приходится по новой менять так ты голем за мной то не идеи ты иди танкуй они сейчас сюда придут мы должны будем сейчас ними биться сверху голем интересно сюда то зайдет в дверь он наверное не сможет даже зайти я знаю они обычно вообще не пролазит в такие проходы узкие ну точно он там где-то застрял блин здесь это магическая аномалия она очень быстро я помню и ухты а всего что ли вас два было да я думал здесь целая полчища сейчас этих врагов стало да я тогда бы мог и так справиться с ними даже и нет было не было смысла бежать вниз там колдовать что-то эх кто бы знал так они чуть не все не активные какие-то ничего с них взять нельзя еще один черный камень мы пришли как ты себя чувствуешь звездочка прости камень твердый но другого способа нет я знаю это может быть немного щекотно но недолго я обещаю не слишком мало и не слишком много офигеть мая ты слышишь меня папочка мая ты моя маленькая звездочка ты у меня кружится голова папочка а где мамочка она она дома ты была очень больна ты знаешь это очень очень больно но сейчас мая что что случилось я она она горит папочка я ửа а а звездочка что случилось я а что а но Бедное маленькое создание. Ты понятия не имеешь, насколько это особенно. Да? Калия. Офигеть. Так эта девочка, это и есть. Это Калия? Калия, девушка, это она, дочь Далиб. А что она сразу не сказала? Ничего себе, она в секрете, как это все держала. Жесть, подождите, ну это просто кошмар какой-то. Давайте пока оставим его. Может быть здесь что-нибудь интересное еще есть. И опять эта девушка под вуалю здесь же припиралась. А, ну в принципе тут больше нечего делать. Ну это конечно поворот, я вам скажу. Вообще неожиданно, блин. Майя, это Калия в итоге. И вот она превратилась в это черное, как раз месиво. Превращение в ее черную вот эту сущность. Это возможно как раз из этого ритуала черного камня. Офигеть. Ладно, давайте возьмем. А что вы собираетесь рассказать, когда Калия очнется? А, она даже и не знала про это. Она не знает, что это она и есть. Я думаю, может, ну как-то догадывается. Может, она просто скрывала. Нет, она просто реально не знает. Она умерла, да. То есть в детстве ее оживили. Вот она живет вроде как Калия. Ее воспитали. Я даже не знаю. Я думаю, правду лучше сказать. Лучше, наверное, горькая правда, да, чем сладкая ложь. Пускай она это осознает. И в принципе, может быть, она даже какие-то дельные советы даст. Как вообще дальше поступить? Как вообще быть с этим? Ну, я не знаю. Все-таки она, наверное, тоже мучается, терзается с этим вопросом. Что это за сущность? Не такая черная. Тем более, она терзает себя той мыслью, что там целое поселение умерло из-за нее. Она борется с этим. А если мы скажем, что действительно ты не виновата в этом всем, что это твой папаша-дурачок Дальгалар, то есть с ритуалом, может быть, и ей как-то самой попроще станет. Может быть, какие-то ответы найдутся на то, как лучше контролировать эту сущность в себе. Ладно, давайте лучше правду скажем, а там уже решим. Понятно. Как ты держишься теперь, когда знаешь правду? А как ты думаешь, это ничего не меняет? Вот и славно. Почему? Разве это не поможет узнать, кто ты на самом деле? О чем я и думал как раз. Да, кто я? Неудачный эксперимент сломленного человека. Я не уверена, что это было действительно то, что мне нужно. Конечно, это помогает мне понять, что существо внутри меня черный камень, и что мой отец сплавил его с моим разумом, но в итоге у меня осталось больше вопросов. Например, означает ли это, что я должна похоронить все свои надежды на изгнание этого существа раз и навсегда, или вопрос о том, какую роль женщина под вуалью играет во всем этом? Наверное, она была той, кто доставил меня в это поселение, хотя она знала суть черного камня внутри меня, и как опасна я могу быть. Она кажется та же женщина, с кем тебе довелось столкнуться на корабле? И так, кто заставила этих бандитов бежать в Старый Дульград? Кто она? Какие у нее намерения? Я просто не понимаю, Саиры. Не понимаю. Еще больше всего меня обременяет то, что произошло в библиотеке. Я даже не хочу расспрашивать, я что-то совсем дурачок, что так понятно, что происходило. Мне очень жаль, что у меня не оказалось там в нужный момент. Скажи спасибо, что тебя не было. Тебе бы знать, как чувствовала себя, когда убивала этих наемников. Тебя бы и рядом со мной не было, уж поверь. Такое наслаждение, такой экстаз. Я отвратительно. Саиры, а будь ты там, я бы прирезала тебя, как и остальных, ты понимаешь? Я бы убила тебя. Да, это ужасно. Когда ты так говоришь, мне кажется, что ты винишь себя за то, что кто ты есть. Это твой отец превратил тебя в это существо, а не ты. Я знаю, Саиры, разумом я понимаю. Но это не меняет того, что я чувствую себя отвратительно. Я буду тренироваться усерднее и чаще медитировать, пока не смогу контролировать все свои мысли. Это единственный способ научиться полностью контролировать это существо. Теперь иди и отнеси камень в храм, Саиры. Мне нужно немного времени побыть одной. И опять прокачались. Что за шепотки? Что за разговоры? Блин, кто-то там красивую балладу поет. Песенка слышит? Это снизу. А, вон она. Она летней играет. Да, такое у нас приключение получилось жесткое, прям насыщенное событиями, очень интересное. Но по итогу-то у нас уже два камня имеется. Нам нужно найти только третий. А третий как-то непонятно, там с апотекарием там. А, подождите, с апотекарием, наверное, это тот и есть камень, который сейчас у нас. Потому что когда мы пошли к нему, там на скале я застала и сказала, пойдем. Так, это выход? Да, вроде здесь. О, благо на улице день, это очень хорошо. Это радует, что день. Не хотелось бы сейчас по ночи куда-то так в такую погоду идти. Тем более, что у тебя пьяницы всякие ходят. Фу. Так, давайте глянем. Да, наверное, как будто именно это он имел в виду. Мне нужен Мират. А вот Мират, да, здесь есть. Я только хотел глянуть сейчас карту, посмотреть, где он. Башня Мирата. Так, ну что, нам надо лететь в башню. То есть отдавать, наверное, нашему главному. Я не знаю, давайте посмотрим вообще квесты. Что у нас по квестам? Что имеется? Черный свет. Найдите черный камень гипотекария. Да, вот точно мы его и нашли. Так я и понял, что это значит, что он и был сейчас в данный момент. Ну вот, здесь камень есть еще один, последний, то есть песня в тишине. По мнению лекции, один из черных камней в последний раз был замечен в частной собственности семьи Дальгейсов каких-то. У нас Дальгалар только что был тут Гейс. Могущественного благородного дома Арк, обладающего обеими смоленными ямами и многими шахтами серы в Пороховой пустыне. Видимо, мне предстоит лично поговорить с Катероном Дальгагейсом, если я хочу узнать хоть что-то о местонахождении камня. Его поместье находится в квартале, знаете, в арке, по левой стороне реки. Ну, короче, в любом случае нам в арк хоть сдавать камни, хоть новый искать, все там. Только надо сейчас найти, где владелец этой башни-то, где он стоит. Привет. Клевые существа, вообще классные. Обычно они прямо тут стоят возле стеночки, вот так вот, раз. Ногу только облокачивают на нее и стоят. Может быть, наверху она не поднялась, может у него тут лежак есть какой-нибудь, отдыхает. Да, точно, у него есть кровать. Как он здесь не мерзнет вообще? Ну, хлебушек, еще и ограбить их можно. Можно, кстати, поспать было бы в ночлежке, если б темень здесь была сейчас, я б, наверное, воспользовался. Но пока что нет надобности в этом. Блин, я не понимаю, куда он делся и как мне улететь отсюда. Арк там. Это очень далеко, конечно, я пешком сейчас не пойду. Мне 100% нужен владелец башни Мирада. Вот он. Мужик, я тебя не заметил, извини, извини. Благословляю ваш путь, дрог. Куда направляетесь? Мне нужно отправиться в полет. Конечно, куда? Ну, барк. Западная стена, да, наверное, туда. А вот и арк. Красота здесь. Не, на самом деле, я уже даже рад вернуться сюда после таких странствий, после таких мрачных приключений. Это ужасно все было. Кошмарно вообще. Я думал, живыми-то и не доберемся. Но благо, хоть коли я выжила, это хорошо. Где указатель? Я не хочу бежать всю эту дорогу сейчас пешком. Мне нужен указатель, срочно. Что-то я их вообще не вижу, в упор прям. А, вот они. Так, ну это где-то здесь находятся, прям даже рядышком со мной. Ух ты, квартал, знаете, очень красивый, конечно. Здесь богатые живут, они умеют все облагораживать вокруг себя. Благо, деньги есть на это, почему бы нет. Аристократка. Ух ты, необходимый ключ. Интересно. Еще, подождите, стойте, что вы тут разговариваете со мной? Че, а? Кто тут живет? Король легендарной империи Старого Аранта, его стоя один наложник, конечно же. И к чему эти тупые вопросы? Если ты не знаешь, что тут живет, тогда тебя тут не хрен делать. И быть не должно тебя тут. Мне надо поговорить с твоим хозяином по важному делу. О, да неужели? Я рискую перевернуть твое сознание, но моя работа состоит как раз в том, чтобы держать таких, как ты, подальше отсюда. И почему ты думаешь, что тебя что-то отличает? Может, заплатить ему денег? Хотя, ему, наверное, столько платят, что... Ну, угрожать я бы ему не стал, на самом деле. Потом сидеть здесь, в квартале знать и сейчас, да, начать сражаться с кем-то. Да, ну, ну, давайте подкупим его. Это не важно, важно то, что я могу заплатить. О-о-о, звучит многообещающе. И во сколько, по-твоему, это тебе обойдется? О-о-о, звучит многообещающе. Наверное. Хотя, продешевлю. Но мне кажется, здесь и сделано таким образом, что можно, конечно, много отдать. Да, можно среднее взять, и оно тоже прокатит. Часто такое бывает. В Скайриме такое было, точно помню. Одна сотня медиков, наверное. Ну, ладно, договорились. Здесь так же, значит, я же говорю. Я думаю, что сейчас самое время прогуляться, видя себя естественно, и стражники внутри подумают, что тебя ждали. И, эй, у тебя ведь нет в тупых мыслей стянуть что-нибудь, да? Не-не-не, не будут мыслей, конечно. Стража расспросить. Так, ну, надо себя естественно вести, сказали. Хозяин же тебя, просто поднимись наверх, он в своем кабинете. Да, конечно, так и сделаю. Так, естественно, ведем себя, идем нагло, можно вазы ронять, делать что хочешь. Пойти завалиться на койку куда-нибудь к ним. А вот и он ходит здесь где-то прям рядышком, я уже вижу его. Здорово, мужик. О, здорово. Ну разве это не еще одно доказательство пресловутой надежности наемников? Мне следовало знать, что этот козел способен лишь на чистку картошки. Итак, чего тебе надо убить меня? Я бы серьезно задумался, особенно учитывая наличие моего телохранителя здесь. Он один из закаменевших, и я уверен, что он с удовольствием покажет, что это значит. То расслабься ты, успокойся, е-мое. Пришел нормально, че ты так начинаешь, а? Легко, я просто хочу поговорить. О, да неужели? Наглость и тебе не занимать, да? Ну ладно, продолжай. Говори, что же ты считаешь настолько важным, что ты пробрался ко мне в дом без приглашения? Я работаю кое на кого. Кто ищет черные камни? И, судя по всему, ваша семья обладает одним таким. Вам известно что-нибудь об этом? Что? Нет, ты ошибаешься. Понятия не имею, о чем речь. Теперь проваливай. Но мои источники очень надежны. Да, мне насрать на твои источники. Теперь проваливай предпочтительно обратно туда, откуда ты прибыл. Кешан, покажи моему гостю выход. Ага. С ним у нас диалог не сросся. Знаете, здесь по-хорошему не получится. Ну да ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Найти что-то, что окажет давление на Дальгейса. Очень интересно, что может на него давление оказать. Ну я не знаю, надо в храм, возможно идти там с кем-то общаться. Может быть кто-нибудь придет из наших там стражей этих рассвета, так называя их. Не, ну, хотя он тоже непростой. У него там целая армия своя уже. Фиг его знает. Сейчас что-нибудь придумаем, я думаю. Ну что, наверное, надо будет этому рассказать. Самому главному нашему. Возможно он какое-то давление сможет оказать на этого зажиточного мужчинку. Что он себе позволяет вообще такое. Ну там, кстати, что-то интересное очень вверху. Прям как Колизей какой-то. Загадочное, одаренное. Надеюсь, ты сможешь оправдать то, что тебе говорят. Я действительно на это надеюсь. Я тоже очень сам на себя надеюсь. Самонадеянный. Так, мы пришли сюда. И причем нужный нам человек, с которым мы сможем поговорить по поводу этого всего, Он находится прямо здесь где-то. Даже не нужно заходить туда, внутрь. Я думал, где-нибудь там опять стоит за столом, согнувшись, как обычно. Он где-то здесь. Видать, видами любуются с высоты. С кем мы должны пообщаться? Это кто-то. А, ну, ты, понятно, верховный магистр. Да, тебе удалось. Давай все расскажем, что есть. Ну, о первом камне можно рассказать Лекселью об Адилии и Джаспари. Да, они у меня. О, праведный путь. Его собственная сестра? Бедная. Я слышал об этих убийствах. Это жестоко, действительно жестоко. Почему, черт побери, высшие делают это? Я думаю, размышляю, но не могу найти ответ. Может, они наслаждаются этим. По крайней мере, так мне показалось, когда они мне повстречались. Возможно. Так или иначе, давай посмотрим, были мы правы. Надите черные камни по записям один на один, да уже? Хорошо. Удивительно. Действительно удивительно. Что сейчас произошло? Ну, в Держопари произошло именно то, что мы ожидали. Камень соединился со светочем. И какая была связь? Я никогда не видел столько энергии, тем более не ощущал. Ну, как бы то ни было, половина курицы не обеспечит пирог. Нам все еще нужно два других камня. У меня еще один есть, подожди, стой. Да? Тебе удалось... Не удалось найти пока хоть какие-нибудь из камней? Слушай историю о произошедшем в замке Дальгалар. Да, я думаю, мне удалось найти камень, который был у Апотекария. Вот так ты ищешь камень, а заодно решаешь эндеральдскую тайну. Хорошая работа. Я изучал теории о том, что произошло с графом, но это не то, что я себе представлял. Интересно, что стало с той девушкой? Похоже, что часть энергии этого камня действительно заточена в ее теле. Просто посмотри на него. Он почему-то тусклее, чем остальные. Однако это не должно иметь значения. По крайней мере, все эти страдания были не понапрасну. Позволь нам вставить камень. Давай еще один, конечно же. У нас уже два имеется из трех. Вообще круто. Собираем по чуть-чуть, помаленьку. Куча рулонов бумаги. Почему именно сюда ты вставляешь, а не в ту даун? Почему? Какая разница-то? Такой путь долгий прошел. А тот ближе. Ох ты, блин, опять чем дарахнула. Это более подходящее место для всей той энергии, чем в руках некоторых бедных душ, которых высшие хотят обмануть. И только один камень остался, прорицатель. Ну да, один камень. Слушай, может ты что-нибудь подскажешь мне? Ничего нету. Надо как-то давление, кто сможет на этого гада сделать-то, а? Найти калию, поищите Джаспера. Но это завершение вот этих наших. Найти что-то, что окажет давление на Альт Гейса. Я вообще не знаю. Сказать, что Кетарон отказался сотрудничать, было бы с сильным преуменьшением. Судя по его охране, использовать силу бессмысленно и очень походит на самоубийство. К тому же, его серые шахты очень важны. Серные, да. Это означает, что мне придется искать информацию самостоятельно, если я хочу, чтобы меня выслушали. Может, в его поместье мне удастся отыскать что-нибудь, что позволит надавить на него. Только надо постараться, чтобы меня не обнаружили. А-а-а. Блин, а я взял оттуда, вышел. Неужто мне сейчас опять 100 медиков придется платить? Так, ну я в этом квартале опять. Ну что ж, надо к нему в дом врываться сейчас. Я не знаю, смогу ли я сейчас зайти. Или вновь придется. А этот сразу не гуляет. Теперь я могу сюда постоянно заходить. А, нет. Необходим ключ. А-а-а. Плохо. Очень плохо. А-а-а. Может быть, здесь есть какие-нибудь тайные ходы. Все-таки вот какая-то лестница ведет. Куда-то. Ага. Имене Дальгейсов. Новичок. Всего лишь на новичке. Такое имение крутое на новичке закрывают. Это нам по зубам. Ни при каких обстоятельствах я не могу попасть в поле зрения охраны или перестать красться. Столик и удачей я смогу обойти их, пробраться на второй этаж в одну из неохраняемых комнат. Ни при каких обстоятельствах не должен попадаться им. У меня было зелье невидимости. Интересно, оно у меня осталось или нет? Да, есть дешевое. Сколько оно будет? 8 секунд маловато будет. 15. Вот это получше будет. Так, а теперь пошли. Пока время бежит. Лестница нужна. Ага, хорошо. Так, ну я прям к нему сейчас подойду, что ли, получается. Может быть еще раз, на всякий случай. Мне в спальню, надеюсь, надо. Что у него тут шастает, что еще, сам не знаю. Вас заметили. Что здесь делаю? Зачем меня сюда вывел? А вот в чем весь вопрос. Наружу прям. Хм, интересно. Может, чем подслушать должен у окна? Там какой-то ящик с инструментами. Я его взял? А, ну тут, в принципе, везде можно эти ящики брать. Ладно, это не так важно. Но здесь какие-то есть где-то проход какой-то интересный. Куда это все ведет? Какая-то лестница. Там, кстати, сундук. Ага, квартал знати опять, да? Вообще на крыше уже. Вот это приключение, блин. Сам себе на голову нашел. Ой-ой-ой-ой. Я сейчас провалюсь. Ага. Куда-то сюда. Все выше и выше. Не, ну здесь есть лестница. Еще одна, да? Мне, походу, вниз все-таки теперь спускаться надо здесь где-то. Наверное. Возможно. Ну, по крайней мере, очень похоже на это. Потому что здесь тоже такие дощечки идут. А, походу, теперь мне вон туда вот надо. Крючок какой-то нерабочий. Ну, с другой стороны, больше-то и некуда, да? Единственное место это вот на вот этот балкон, походу. Сейчас должен запрыгнуть и там что-то сделать теперь. Че? А, имение. Да я и так в нем был уже. Зачем меня так провели, интересно, таким путем прям опасным. Найти что-то, что кажется давлением. А, здесь есть какая-то просто комната закрытая, куда можно попасть только вот таким образом. Интересно. Ну, я в оговор. Так, ну, медики. Ну, мы не только будем искать то, что нам нужно. Можно еще и просто здесь вдоволь порезвиться. Я слышу шаги. Кто-то ходит. Надеюсь, сюда никто не зайдет. Ну, так вроде бы не особо посещаемое местечко. Свидетельство о рождении. Угрожает сертификатом рождения. Книга адепта по скрытности. Ключ. Так, давайте посмотрим, что там за свидетельство о рождении такое. Хе-хе-хе, интересно. Ну, и чё это нам дает? Одна страница вообще никак не листается. Ну, светиться до свидетельства, подумаешь. Вот прям, чё угрожать-то им? Эх, надеюсь, здесь можно выйти, да? Можно. Теперь-то можно, наверное, вставать даже. Он тут ходит, да? Мы сейчас просто к нему прямо подойдем. Подожди, стой. Какого черта понятия не имею, почему ты здесь, но клянусь, что сейчас ты увидишь меня действительно злым. Подожди, я хочу поближе к тебе подойти, чтобы тебя видеть. Как бы отойти от него? Тап нажимаешь, блин, меню появляется. Взял за колонну, зашел за чем-то. Общайся с глазу на глаз. Не могу не думать, зачем тебе прятать сертификат о рождении ребенка, особенно учитывая, что ты очевидно бездетный. Что? Ладно. Вот что сейчас произойдет. Ты либо отдаешь мне эту бумагу прямо сейчас, либо я приказываю Кешану сделать это за тебя. И уверяю, это будет весьма болезненный процесс. Думаю, Кешану лучше не вмешиваться. Мой наниматель сделает соответствующие выводы, если я внезапно исчезну в твоем поместье. Твой наниматель? Да ты блефуешь. Я могу убить тебя прямо сейчас, и никто не заметит пропажа. Ну что же, вперед, ты... Что ж, ладно, если от этого зависит твоя жизнь. Итак, чего тебе надо? Если бы речь шла только о том, чтобы нанести мне вред, то тебя бы тут не было. Итак, вот тебе мое предложение. Я расскажу тебе то, что ты хочешь, а ты вернешь мне бумагу и будешь держать информацию об этом... об этом ребенке при себе. И еще кое-что. Попытаешься обмануть меня, и сильно пожалеешь об этом. Обещаю. Расскажи правду о черном камне. Как и я ожидал. Что ж. Ну, это верно, что когда-то у меня был камень, но правда так же и то, что у меня больше его нет. Это существо, чье рождение подтверждено бумагой в твоих руках, обладает им теперь, если оно все еще живо. Черный камень у твоего сына? Не называй его так. Это создание не заслужило носить мою фамилию, но да, камень у него. Боюсь, надо пояснить предшествующие события. Семь лет назад с моей старой девкой я... Она забеременела. Поначалу я считал, что это дар судьбы, но потом, когда ребенок родился, это было что-то ужасное. Ошибка природы. Что угодно, но недостойный преемник нашего дома. Что-то ужасное? То есть ребенок был уродцем? Уродцем. Это преуменьшение века. У него были эти опухоли по всему лицу, а его левая нога была огромной. Апотекарий сделал, что... Это чудо, что ребенок не мертворожденный. Сказал, что это чудо, что он не мертвородился. И что ты с ним сделал? Я дал его. И прошу, оставь свои возмущения при себе. Тебе не понять моего решения, даже если я попытаюсь объяснить. А что сказала твоя спутница об этом? Твоя жена. Ну, а ты как думаешь? Она определенно не была счастлива. Но это был верный поступок. А если мужчина принял решение, девка должна его принять. В любом случае, она умерла. Сифилис добил ее. Семейка. Куда ты отдал его? В маленькое поселение, где никто из арка не смог бы его даже увидеть или хотя бы проследить его родство со мной. И как же твой сын получил черный камень? Моя девка. Она украва его и положила в его карман. Наверное, она думала, что это своего рода драгоценность и что это помогло бы тем, кому она попадет, жалится над ним. Если честно, я и не особо возражал, когда все выяснилось. Покупка черного камня – одна из самых больших глупостей, совершенных моим отцом. Я не особо суеверен и не верю в сказки, но все знают, что с этими штуками что-то не так. В любом случае. Так как ты, вероятно, спросишь, насколько я знаю, поселение, куда его забрали, называется Среброград. Если камень еще существует, то должен быть там. Теперь отдавай бумагу и проваливая отсюда свою часть сделки, я выполняю. Ладно, не буду ему грубить. Просто отдадим молча. Сказал нам, да, и все. Благодарю. Теперь выметайся. Вот это по-нашему. Интриги, расследования, шантаж. Это еще, как и со времен Темного Братства длится и гильдии воров. Вот это красота. Вот так вот и надо с ними, с этими богатенькими. У них у всех есть скелеты в шкафах. У всех поголовно. Так, мне теперь нужно просто найти указатель, в принципе, наверное, к воротам перенестись и там полететь, наверное, с помощью мира, да, я так понимаю. Ага, меня прям под него поставили. Еще к чему? Я думал, прям возле него окажутся. Прям возле башни? Нет, не тут-то было. Вот она башенка. Ну, хорошо. Среброград. Интересно, куда летит он или не летит? Надо отправиться в путь. Куда? Сам не знаю, что это такое. Север сердцеземья даже есть. Граница даже сердцеземья, ничего себе. Добростраж какой-то даже есть. Товарно-монтезный утес. Темная долина. Ну, короче, он туда не летит. Ну, я не знаю, туманного ближе всего, скорее всего. Как-то оттуда пешком придется идти, наверное. Ну да, наверное. Подождите, не туманное, а дюнное. Да, от дюнного, скорее всего, ближе всего. От морозного утеса, может быть. Кстати, а не в морозном ли утесе мы должны встретиться с нашей этой? Не помню. Ладно, так и дюнное, да. А здесь, как всегда, погода ужаснейшая. Просто отвратительнейшая. Ага, ну мне куда-то в ту сторону теперь шуровать. Через всю эту, наверное, катастрофически ужасную погоду. Слушайте, ну да, путь, наверное, будет вообще нелегкий. И не короткий, я вам скажу. Идти, идти, идти далеко, далеко. Куда-то за те горы аж, наверное. Хотя сейчас указывает мне, по-моему, как раз на само дюнное. Нет, это какие-то вообще разваленные башни. К ним лучше, наверное, не подходить. И с другой стороны, мне нужно найти проход. Потому что как-то я не думаю, что через вот эти скалы я смогу как-то пробраться. Мне нужно какую-то, наверное, дорогу найти, возможно. И по нормальной дороге уже туда как-то брести. Я знаю, что в этих местах погибнуть можно вообще на каждом шагу. Ну, кстати, вот дорога какая-то есть хотя бы. Хоть что-то. И то радует. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если же так, можете меня поддержать, поставив палец вверх. Можете также написать какой-нибудь комментарий. И подпишитесь на канал. А также вступайте в группу ВКонтакте, если вы еще этого не сделали. А с вами был Дэнни Марс. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok